Приветствую всех, друзья! Как всегда, мы продолжаем говорить о новостях и сегодня в выпуске. Джастин Гейджи дал обещание перед боем с Хабибом. Коди Гарвин вспомнил перепалку с Петром Яном. А также Джордж Сен-Пьер прокомментировал заявление Дану Уайта о том, что он может стать последним соперником для Хабиба. Всем приятного просмотра и мы начинаем! Экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Коди Гарвин рассказал подробности встречи с Петром Яном в прошлом году, в ходе которой они выясняли отношения из-за конфликта в Инстаграме. В интервью Брэда Акамота на ESPN Коди рассказал, что еще встретился с Петром и назвал его поддельным гангстером. Что-то произошло, но из-за языкового барьера и его русского. На самом деле я пошел отлить между боями и оторопился, потому что хотел успеть на следующий бой, который мне был интересен. Не помню уже, что это был за бой. Мы пересеклись в коридоре и начали говорить. Ян что-то говорил про Инстаграм, я переспросил, что там в Инстаграме. Мы просто нормально общались, все было хорошо первые 10 секунд. А затем его приятель-менеджер достал телефон, чтобы снимать видео. Тогда Ян начал жестикулировать. Ему повезло, я хотел всем троим врезать. Но я торопился и на мне был новый костюм с иголочкой и туфли. Я решил, что пускай идут своей дорогой. Как только появился телефон, я понял, что он поддельный гангстер. Его время придет, я встречусь с ним. Надеюсь, он все еще будет чемпионом. А пока я заберу титул чемпиона в наилегчайшем весе. Я могу выступать в обоих дивизионах, чтобы развивать оба дивизиона. Рассказал боец. Как уже многие знают, UC официально анонсировали бой Хавиба Нурмагомедова и Джастина Гэйджи, который пройдет 24 октября. Правда, место проведения и номер турнира пока неизвестно, что довольно редко бывает. Джастин Гэйджи заявил, что в предстоящем поединке на ком будет поставлено все, на чем он работал всю свою карьеру. 24 октября у меня будет шанс решить свою судьбу. Все, на чем я работал все эти годы, будет поставлено на карту. Я обещаю, что хорошо представлю свою семью и страну. Написал Гэйджи в инстаграм. Кстати, также бывший чемпион Белатри 1FC Бен Аскрин поделился оценкой объявленного боя. Вау, поехали. Я разрываюсь и не могу определиться, кто победит, Хабиб или Гэйджи. Джастин выглядел очень хорошо в прошлом поединке. Я не сомневаюсь, что Хабиб сумеет удержать доминирующую позицию в партере. Но я знаю, что повалить его в партер Хабибу будет сложно. Так сложно соперниками не было уже давно. Джастин может оказаться сильнее в стойке. Посмотрим. Написал боец в твиттере. Друзья, пишите в комментариях ваше мнение, кто победит, Хабиб или Джастин Гэйджи. Ну а напоследок, стоит сказать, что несмотря на еще не состоявшийся бой с Гэйджи, похоже Хабибу уже нашли следующего соперника и им станет Джордж Сен-Пьер. Экс-чемпион UFC в двух висовых категориях Сен-Пьер прокомментировал слова президента UFC Дану Уайта о том, что позволит Хабибу провести бой с GSP после побед над Джастином Гэйджи. Если для Хабиба это станет последним боем в карьере. Журналист ESPN Риль Хривани связался с Джорджем, рассказал о словах Уайта и узнал его реакцию. «Блин, как раз в момент, когда я думал, что обрел душевное спокойствие. Жду поединка Хабиба с Гэйджи в октябре. Удачи обоим», — сказал боец. Что же этим подразумевал Сен-Пьер, остается в тайне. Но, скорее всего, он прямо сейчас пошел в зал, чтобы начать упорную подготовку. Ну а если серьезно, друзья, будет интересно узнать ваше мнение. Хотели бы вы увидеть GSP в качестве последнего соперника для Хабиба? Либо им должен стать кто-то другой? Например, МакГрегор или Тони Фергюсон? Будет интересно почитать. Ну а на этом хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Можете поддержать его лайком, мне будет приятно. Также не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока и удачи!